Продолжение следует... Мы вместе с вами должны решать. Вместе, подчеркиваю. Не мы, а мы вместе. Понимаете, да? Мы вместе. Вот когда мы вместе их будем решать, тогда эти проблемы могут решаться. Заброшенное село совсем. Дороги не ремонтировались вообще никогда. В течение 40 лет точно дороги там не ремонтировались. Но вот если на дороге мы направляем на ремонт содержания чуть больше 4 миллиардов рублей, то нам нужно для того, чтобы привезти дороги, ну, минимум 50 миллиардов рублей. Привезти в порядок безаваренный проезд. Значит, это просто для понимания. Значит, мы для того, чтобы, так сказать, наиболее насущные проблемы решались, мы сделали две программы. Программа «Народный бюджет» и программа «Мой любимый город». Принимайте активное участие. Если вы не будете принимать участие, это вот, знаете, патерналистское отношение, что я хочу сделать, оно работать не будет. Хотите, немножко тоже начинайте шевелиться. Значит, вот в этом году у нас тысяча заявок было по народному бюджету. Мы их удовлетворили. Сколько? Больше 600, да? 600 заявок. 400 на 600, да, заявок. Общий объем этих заявок примерно 600 миллионов рублей. 375 миллионов – это бюджет Тульской области. Остальные деньги – это деньги жителей, благотворителей и муниципальных образований. Значит, с 1 июня мы начали формировать заявки на следующий год. Точно так же программа «Мой любимый двойник». Вот в этом году я поставлю 102 площадку. До 15 июня я их все восстановлю. Картельщики говорят, что котельная готова. Теплоэнергетик нам предоставляет газ. Забрали на себя полностью, так сказать, вопрос снабжения в Тульской области, потому что теплоэнергетик и «Газэнергогазинвест» – это две компании, которые… Ну, это одна и та же группа лиц, которые должны почти 700 миллионов за газ. И, в общем-то, проблема, она есть. И здесь, к сожалению, не очень добросовестный инвестор, не очень добросовестный, который приводит… Почему они не подставляют горячую воду? Это просто потому, что им подключили газ, и они просто физически не могут простоять. Из-за долги. Вот это основная проблема. И вы смотрите, что помимо счета за горячую воду, еще люди в никаком случае не выставляют. А то обязательно подняются потом еще счета за горячую воду. И я тоже вам сейчас подойду в пол и задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо.